Всем привет, девчонки! Всем доброго времени суток! Я пошла в магазин. У нас муки нету. Ну и, как всегда, показываю нашу погоду. Одна зашла и написала где вы там увидели сугробы? Че вы блещете? А что это? Это разве не сугробы? Тоже сугробы. А другой написал какая красивая рябина и какое небо голубое. Вот какое небо. Нет у нас голубого неба. И так всю зиму будет. Серость, уныние, тишина. Летом хоть чаще на улице проводили время. А сейчас холодно. Ну, сегодня потеплело, градусов 5, наверное. Но по дорогам идти невозможно. Снег превращается в кашу. Это жесть какая-то. Вот как он прыгает. Вот там как прыгает. Он молодец. Вот так вот. Я, короче, картошку переложила. Пошла воду наливать в тазик. Обратно еду. Вот эта вот четырехлапая тварь опять стоит, пищит, на стол кидается. Уже сам весь круглый. Катя, разделывай горбушу. А он все, все визжит. Шарик. Он уже даже не понимает, что ему дают. Такая чашка у него. Где у него чашки? Где он там? Вот он все ест и ест и ест. Сейчас играться будет. Он с рыбой любит играться. А Катя начала рыбу разделать. Она у нас умеет это делать. На производстве, когда работала, научилась. Я взяла маленькую рыбу, потому что все равно ее никто не будет есть. Она сейчас ее разделает. Ножик не тот. Так надо это. Так ты этим мясо, которое я делаю. Сижу, мясо там ела. Ну, вроде такая ничего. Не знаю, хоть бы не развалилась. Почему у нас рыба, когда прилавка пока дойдет, уже там есть нечего. Я говорю, один раз взяла. Что, нету? Один раз взяла эту, как ее, скумбрию. Такая дорогущая на рынке. Одна нормальная так еще, ну, как обычно. Вторая уже чуть живая, а третью я просто выкинула. И все, потому что там кисель был. Я просто, она даже не резалась. Там просто паштет вылазил, и все, я всю рыбу выкинула. Куда ее замораживать? Место холодильники тратить. Вот так вот, покупай на рынке. Ну, это вроде розовенькая, нормальная. Все. Режет она у нас спец по этому делу. А ты что, нет? Нет, я ни разу не разделала. Нормально режется? Да, таким ножом. Надо было этот хвост отрезать, его все равно мы никуда. Вот так отрешено, суп его. Вообще-то тут, мякушка. Замороженная. Она пыхтит, злится. Потому что руки замерзают. Перчатку надо было надеть. У меня нету перчаток, нежели мы их... Ну, это все. Сейчас она... Тут все уже филе, считай, готово. Вот сейчас она это срежет, животики обрежет. И на это все на суп пойдет. Или на тот же салат. Поэтому я тебе говорю, что не замороженная, лучше разделывается. Ну, все. Вот хребет на суп пойдет. Или так же можно ее отварить. И на этот, как ее... На мимозу может пойти. Или на пироги. И уху можно сварить. Либо уху, либо пироги. Вот так красота. Все. Косточки тоже дабы. Ну, ты, в принципе, можешь брюшко это отрезать вообще. Сейчас стою. Вот так вот она делает. Как там шипили. Ну, все. Брюшки отрезаю. Потому что брюшки все равно они не нужны. Все. Филе готово. Темноту как-то... Холодно. Ручка. Замороженная еще рыба. И нож тупой. Некому поточить. Все. 5 минут рыба разделана. И можно делать кляр завтра. Видишь она? Это замороженная. Еще с пурицей много. Вот так, девчонки. Все. В реальном времени все рыба разделана. Было бы еще быстрее. Мы пластами разделывали ее. Тут вот. Не замороженная. Там ножи другие. Ну, замороженная она еще. Тут, конечно, еще надо вытаскивать. Но она в кляре незаметна будет. Там кости такие. Вот я имею ввиду, которые на хребте или где-то. Ну, вот. Все. Ну, сколько я пластово сделала? Наверное, минут 20. Это я раз сделала малышка. Когда я разделала. Я когда пришла на производство в торговом центре. И все. Малышка, малышка. А думала, у нее как это прозвище. А это, кажется, ее фамилия малышкой. Когда она чистила селедку. А это снимать? Не надо. И когда она чистила селедку. И когда мы поняли, что она сделала. Так было смешно. Ура! Малышка селедку разделала. Она ее дело разделала целый день. То есть она после обеда приходила. Когда она курит туда. И когда мы начинали? До обеда начинаем. Ну, я на часа 4 ее разделала. До часа мы ставили курей. Разделывали. Потому что сначала хочется. Пока рыба размораживалась. Ну, сколько у меня на селедку? Ну. На пласт. Ну, я тоже быстро ее разделала. Ну, а малышка, ай, тогда. Ура! Малышка селедку разделала. Ну, а сколько начинаем? Наверное, в час. Если пластов 5-6. То в 4 уже за год. Катя в магазин ходила. А это твое. Это твое все. Ей два мороженого. Такое дыня. Что там? Три. Три. Ей все дыня. Да. Баблгам. Дети уже мороженое едят. Яиц купила. Опять коржики. Те еще не доели. Ну, там один. Какие-то новые печенючки. Ну-ка, открой. Смотри. Сметанка. Почем сметана? 60. Офигеть, вот эта сметана. 10% в 60 рублей. Наши магазинчики стоят. Какие-то новые печенючки привезли. Хочу просто сметану вместо творога сметану. Тебе морозилку положила? Бисквит хочу спичь. Сегодня опять, короче, день готовки. Куда положила мороженое? Морозилка. Молодец. Все молодец. Зачем достаешь? Пусть там лежат. С чем-то, с чем-то. И опять. Слоеное чисто неизвестно с чем. Молодец. Килограмм пельменей. Она их вместо чебуреков жарит Сеню. Потому что я тоже уже наши пельмени не ест. Все. Такие покупочки. А я перечистила весь лук мелкий какой у нас был. Ну, такой попадался. Сейчас все мыть буду. Будем сегодня опять готовить. Опять котлеты такие же. Потому что Сеню невозможно накормить. Это вообще уже как он доста у нас этим питанием. Своим. Ничего не ест. Теперь он на котлеты перешел. Теперь он уже пельмени, маринники не ест. Теперь ему давай котлеты. Вот сейчас. Два пакета. Два килограмма. Хотела полтора. Но пол пакета опять достала. Опять разморозила. Сейчас буду делать тефтели и котлеты опять эти. И на гарнир будет рис и макароны с луком. Все. Да. А мы тут опять готовим, девчонки, в очередной раз. Гречка с луком, морковку не стала класть туда. Гречку оставила. Просто с молоком сеньким там варварить. В этот раз кептельки. Прям так подливка такая вкусненькая, как в столовой раньше было. Завтра макароны варить. Завтра еще макароны сварим. Уже кастрюли нет. А здесь я тесто завожу из тем маргарином, который купила в этом. Светофория ужас ужасный. Он даже в холодильнике не застывает. Он жидкий. Зато вон, как крупинки. Так, одному подано. Одному подано. Сейчас Катя. Вот она уже сеньки накладывает. Только зря я откладывала, конечно, гречку. Что двоим накладывали, уж гречки нет. Сенька готова. И вот сенькина еда. Так, Валька. А Даня, мы всегда делаем эти котлеты. В итоге Дане ни разу не досталось. А он говорит, что опять котлеты-то те, и опять я не поем. Но в этот раз больше сделали. Еще тефтельки. Вот так у нас сегодня вкусно. Ну, а я сейчас высыпаю муку. Катя вот лист маслом намазала. Сверху манты. У нас бумаги не оказалось. Что у себя там случилось? Что случилось? Ты что босиком ходишь? Катя такую суету на кухне залила. Вот не знаю, сейчас посмотрю, что получится. Муки насыпала. Почему я возила? Что-то носишься, носишься. Барбарочка, не надо. Можно сходить, а поесть дать? Ой, сегодня тефтельки, такая вкуснота. Катя говорит, вот смотри, мант сообща. Хоп-хоп и готова. Я говорю, правильно. А то я все одна возилась. Вот сейчас уже бисквит поставила в печку, в духовку. Посмотрим, что получится. Все едят, все довольны. Сейчас Катя сядет есть. Ну, а я попозже. Пирог достала уже, порезала его. Я не стала мазать ничего. У нас сгущенка вареная есть. Такой влажный внутри он. Ну, он что-то типа кексов. Только здесь не творог, а сметана. Я уже вот ем. С молочком очень вкусно. Ну, конечно, можно кремом намазать. У нас на данный момент ничего нету. Все поели. Вармара уже пришла за добавкой. Гречку уже второй раз ест. Так вот ей вкусно. А я вот молочко, молоко и этот пирог. Чуть-чуть, может, пересушила и соды, наверное, многовато. Ну, вкусно. Катя, попей еще молочка. Нет, все, спасибо. Катя, наелась, поела это там, как в столовой порцию. Даю, тут такую же она съела. Котлетку эту с сыром и гречку. Сказала, вкусно. А ты что без ложечки будешь ложечки? А мне тоже вкусно. Я вот это ем. Я только поднялась. Сядь нормально, поешь. Всем приятного аппетита, кто кушает. Так, я уже с магазина пришла. Еле дошла. Снег такой рыхлый. Ноги катаются. Щеколотка разболелась. Я уходила. Катя, ну, я вам говорила, что Катя рыбу разделала. А я ее вот замариновала. Такая рыба, конечно, не важнецкая. Ну, ничего, клярик пожарен. Я сюда лимонный сок, соль, перец и приправки. Так, все купила. Два десятка яиц. У нас Катя, Варвара шесть яиц съела. За раз я сварила, на шесть яиц я съела яйца. Три батона. Ну, чтоб Катя пойдет сейчас в магазин, чтоб не тащить ее немного. Ну, в этот раз мягкие какие-то такие. Чашку уже под кляр приготовила, а муки-то тю-тю. Вот таких конфеток Варваре взяла. Она сказала, Наталья, как гусиные лапки. Топ-шлеп называется. И вот таких вот, жевательных. Ну, а то котеток нету, котетки. Котетки, котетки. Ну, и муки. Пакет. Очень плохо ходить по таким дорогам. У нас в городе так же нифига не чистят. Зато Грейдер приезжал, когда снега не было. Когда первый такой снежок выпал в начале ноября, так припорошил чуть-чуть землю. Приехал нам тут чистить дороги. Баба, вон что купит. Котетки купила. Ты что делаешь? Котетки, котетки. Так что, сейчас будем делать кляр. Еду готовить. У нас там еще Даня съел последние тевтельки. Кофе Катина попьет. Отойди, я пакет возьму, Туаря. Еще три котлеты осталось. Своей любимой конфетки увидела и все. Так что, будем дальше готовить. Все, мороженое заверни куда-нибудь. Сейчас. У нас все, конфеты схватила и пошла. Вон, уже конфеты на полу. Там, кстати, мусор выезжали. Я же хотела пойти вынести. Что ей там напить надо? Он конфеты у меня забрал. За счет конфет она вот жадная. Ой, жадю какая. Ладно, девчонки, все будем готовить. Так, ты зачем это делаешь? А зачем ты конфетку, бумажку, зачем туда надо пойти? Это конфетка, а зачем ты собралась на улицу ее выкидывать? А? Все, надулась, пошла. Пошла, пошла, надулась. Так, а я кляр завела. Не знаю, нормальный, ненормальный я его только на работе заводила. Много, наверное. Ну, сейчас рыбу туда выкидываю. Ой, она что-то у меня не выкидывается. И перемешаю. Все, аккуратненько перемешаю. Разошла, думала, у нас в магазине картошка есть. Нифига. Вот так, ну, перемешаю. Катя потом придет, будем жарить, потому что жарко сильно я не могу. У меня опять такой, ну, сегодня влог получается это, с едой. Масло, а, масло есть у нас. Что вы переживаете за нашего кота? Вон какой упитанный. Он круглые сутки хочет есть. О, рыбу нюхал. Сейчас тебя покормлю. Вон какой кот упитанный. Да? Кресток худенький. Вон какой красавец толстый. Орел, он орет круглосуточно. О, когда принесли, он был худой. Худой-прихудой. Морда длинная. Сейчас вон какой красавец. Сейчас покормлю тебя. Мама! Катя пока ходит в магазин, она еще не пришла. Я уже поджарила. Рыбку в кляре. Вот это молоки. Очень вкусно молоки в кляре. Очень вкусно. Это молоки. А это тесто осталось. Я его вылила и все. И вот эти вот поджарки тоже очень вкусные. Они хрустящие. Как хворост. Только вкуснее. Ну и вот такие кусочки рыбы. Очень вкусно. Самая вкусная в кляре рыба, мне кажется, это горбуша. Очень вкусно, девчонки. Советую приготовить. А кляр я делала яйца, майонез и мука. Все. Правда, я его густоватым сделала, наверное. Просто плюхнула слишком много муки. Но вкусно. Советую, девчонки, приготовить. Катя с магазина пришла. А я уже рыбку пожарила. И Сенька даже ест рыбу, представляешь? Да. Обалдеть. Неси на кухню. Тяжело. А вот эти вот такие вот штучки какие вкусные. Зажарки. Молоко. Варвара лепешку маленько поела, а это не захотела есть. О, я что в платье купила. Они по акции были. 100 рублей. Помидорки. Давай покажем. Помидорки черри мы никогда не берем, потому что дорого. Но Варвара любит. Огурцы какие большие. Не люблю такие толстые огурцы. Там семена много. Но я люблю остренькие. Ой, а сейчас белая вкуснота. А это я не удержала. Сенька я ест. Печенье он такое. Это Варки. Вкусняшка. Это Арахи в шоколаде. Это Даньки. Это Варваре. Это как пикник. Печенье такое. И это наверное такое. Это с воздушным рисом. Это Варки. Я не знаю. Квасу и газировка. И майонез. Майонез Мариера у нас по акции всегда. Сколько? 130? 120? 120. 120. Вот картошки сколько она скребла. Картошки вот всего. Столько мы хотели картошку пожарить. И колбаска. Яблоки. Так она же дорогая эта колбаса. На акцию 120. Да? А та ушла с акции что ли? Балковая. Сколько потратила? Еще сухариков взяла. 834 и там 500. В другой магазине. А еще и сухарики. Вот очень полторы. Сухариков. Вот полторы тысячи. Мама, я сама пойду схожу. И в итоге что? Я не удержалась вот это купить. Они свеженькие. Ну есть же, что-нибудь взяла бы один пакетик. Они сейчас пока это все не съедят, они не успокоятся вообще. Я сухарики, вот даньки сухарики, а эти я сухарики. Ну, квас этот с осадком, как положено, домашний. Ну, не очень, но... Это варьки место для зимы. Бочковой там пусть не ем. Он, кстати, написано доходит, он прям в бутыльке. Как открывать и вывезли. Так, а мы же уже его покупали. Мы другой покупали, его нет. Ну, то тоже такой же. Они опять понавезли целую кучу. Я не знаю, зачем они зимой. Она тут разбрасывалась. Это надо помыть сначала, Варла. Пока шла он холодная. Мама, сейчас помойте, даст помидорки. Опять сегодня влог у нас большой. Да этот нормальный, свежий. Ну, тогда я попробую. Он более-менее открылся. А тут я даже открыть не могу. Варьки место газировки. Вот такой бродич квас домашний. Там есть хренов. Дображивается в бутылке. Ну, он будет резкий сильно, Катя. Ну, можно попробовать. Ну, так ничего он. На домашний прям похож. Но мне все равно бочкова больше нравится. Что, наверное, там кое-как доползла? Конечно. Сугробы сейчас в кашу превращаются. Ну, это он уже стоит, квас пьет. Он больше на пиво похож. Нет. Они же лиза дети. Горькое. Оно не сильно сладкое. Это квас не сильно сладкий. Холодненький он, да? Перь мой. Дрожжевой напиток полезен. Так что пей. Сказали детям нельзя к вас. Катя, дрожжевой напиток для здоровья. В детском садике бражку делали. И бражкой поили детей. Дрожжевой напиток называется. Так что ничего там вредного нет. Сахара там немного. Ну, такое ничего. Ладно, девчонки. Будем заканчивать на этом видео. Встретимся с вами в следующем. А я сейчас буду продолжать готовить. Мы ни разу не делали рыбу в кляре. Это первый раз. Первый опыт. Ну, вкусно. Но майонези очень вкусный. Этот кляр. Ну, я муки сбуханула быстро. Я уже прощаться собралась. Тут Варвара с помидорами. Кусяй. Ну, так она моя кузь. Помидорки любит. Огурцы, помидоры. Огурцы девчонки острые любят. Аж, 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 аж так. Делает. Ну, правда, через каждую минуту пьет. Ой, как вкусно. Кузи моя девочка. Куся, мои сладкие ребенки. Коми нации. Просто портится они начали. Потому что мы деревенские. У нас нету столько богат. То есть у нас есть богат. Так они все в городе покупают. Кусно тебе? Кушай, кушай. Ладно, девчонки. Видите, вот так бы уже большое получилось. Такие помидоры сейчас мне купишь нормально. Все, Катя, заканчиваем на этом видео. Встретимся в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Сможете дизлайки поставить. Всем пока-пока. Пока-пока.